Еще раз повторяю. Первое. Не греть слишком сильно. То есть тепло должно быть именно приятное, легкое и регулировать это толщиной махровых полотенец. Второй момент. Согнутыми коленями, чтобы прогревался позвоночник, прогревался весь позвоночник. Следующее. Под голову положить удобную подушку. Лежать нужно очень комфортно. Очень комфортно. Следующий момент. Можно делать маленькие движения, опять не сильные, чтобы не вспотеть. Если жарко, открываем окно. Лежать столько, сколько вам хочется. Если вы даже задремете, очень хорошо. После этого можно лечь в постель и поспать. Очень важно, очень важно, обращаю ваше внимание, посоветоваться со своим лечащим врачом. Потому что бывают те ситуации, когда тепло не столь желательно. Хотя здесь тепло очень приятное, нежное тепло, которое по температуре будет даже слегка ниже, чем 36 градусов. Потому что слегка только будет проходить. Лежать можно на этом в любом возрасте. При каких заболеваниях? Остеохондроз, простудные заболевания, боли в спине, заболевания печени, почек, селезенки. Потому что от тепла и от улучшения кровообращения в позвоночнике улучшается работа всех органов. В легких печени, желчного пузыря, поджелудочной, селезенки, почек, надпочечников, желудка, 12-ти перстных, кишки, кишечника, мочевого пузыря, предстательной железы. Тем более, это настолько нежно, настолько приятно, тепло, что вы будете получать удовольствие. А здоровье, оно как пакет в магазине. Вы же не за пакетом идете, за едой, за одеждой. А пакет вам так дают. Ну, может, там маленькую копеечку заплатить. Но не за пакетом идете. Так и здесь. Вы идете за удовольствие, за теплом. А здоровье, оно как пакет, само будет вам даваться.